Всем привет! Меня зовут Анастасия Смирнова. Я работаю в отделе маркетинга рекламной сети Яндекса. И в этом видео я расскажу о том, как проходит модерация сайта, как вы узнаете о результатах и что делать, если ваш ресурс отклонили. Качество площадки напрямую влияет на ее аудиторию и на эффективность рекламы. Поэтому мы не только модерируем рекламные объявления, но и очень серьезно относимся к тому, чтобы площадки соответствовали нашим правилам. Таким образом, процесс модерации необходим для защиты пользователей, для владельцев площадок и для рекламодателей. Модерацию проходит каждый ресурс, прежде чем присоединиться к RSI. А еще мы регулярно проверяем уже действующие площадки, чтобы поддерживать качество нашей сети. Итак, как проходит модерация? После регистрации вы добавляете вашу площадку в интерфейсе RSI, и она отправляется на проверку. Мы смотрим, соблюдены ли на сайте необходимые правила и нет ли нарушений. Мы оцениваем не только главную страницу сайта, но и выборочно страницы из других разделов. Более подробно о том, что важно учесть перед тем, как отправить сайт на модерацию, вы можете узнать из ролика, как сайту получить одобрение. В среднем мы проверяем сайты не дольше одного рабочего дня. По итогам проверки вы получите решение, либо ваш сайт одобрен в качестве партнера RSI, либо заявка отклонена. Как вы узнаете о результатах проверки? Во-первых, вы получите письмо на электронную почту, которую указали при регистрации. Также вы получите оповещение в интерфейсе в разделе уведомления. Во-вторых, после проверки статус вашей площадки изменится, либо наработает, что значит, что ваш ресурс успешно прошел модерацию, либо площадка отклонена модератором. Это значит, что на сайте есть нарушение, и в текущем виде он не может быть принят в рекламную сеть Яндекса. Что делать, если по итогам проверки сайт не был одобрен? В этом случае в письме, которое вы получите, будет указана причина отклонения. Также эта причина будет отображаться рядом со статусом вашей площадки в интерфейсе. Вам необходимо будет устранить те нарушения, которые привели к отклонению. Более подробно о каждой причине отклонения вы можете узнать в справке и в наших следующих роликах. Как только вы будете уверены, что все исправлено, отправьте ваш сайт на повторную проверку. Это можно сделать самостоятельно, нажав на кнопку «Отправить на модерацию». Надеемся, этот ролик помог вам лучше разобраться в процессе модерации. Если вдруг у вас возникнут вопросы, напишите нам через форму обратной связи или оставьте комментарий под этим роликом. Все ссылки будут в описании под видео. А на этом все. Увидимся в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok